Красивая картинка благополучия в клубном поселке премиум-класса Гринвильд Парк давно расходится с действительностью. С виду экологическая зона, симпатичные дома прямо у леса. Однако многих хозяев подобный пейзаж уже не радует. Несвежий воздух возле элитного жилья отталкивает. Особенно вечером, когда ветер может подниматься, просто не хочется даже на улицу выходить. Воды нет горячей, холодной пока есть, слава богу. Хоть это более работает. Елена Рашидовна пенсионерка. Переехала в Иваново по программе переселения из районов Крайнего Севера. Что попадет в столь удушающие жилищные условия, говорит, даже не ожидала. Первые впечатления о новом месте жительства были отталкивающими. Неприятные ароматы доносились из подвала ее дома. Там вонище было невозможно. Прошлый год я приезжала, ходила в управляющую компанию. Вычистили. Вроде сейчас нормально. Дело в том, что канализационный коллектор в поселке много лет не работает. Отходы жизнедеятельности текут куда придется. Канализационные колодцы переполнены. Крышки на многих исчезли. То есть у нас канализка переполняется. Отсюда соответствующий запах. Постоянно приходится вызывать машины для откачки. Канализационная насосная станция числится лишь на бумаге. Оборудование и электропитание давно отсутствуют. Стоки жилого комплекса плывут во враг самотеком. Воды все канализационные сливались прошлой зимой в лес. Вот здесь вы можете видеть, что у нас так немножечко под горочку уходит ландшафт. И там даже намыло такой большой слой песка, видимо, вот из каких-то коммуникаций. Ну, соответственно, запах здесь, конечно же, очень неприятный. И, ну, даже пройтись вот в лес там с собакой погулять, ну, там просто лужи из содержимого канализации. Это, конечно, я считаю, близко к экологической катастрофе. Говорят, когда-то здесь были в гостях представители природоохранной прокуратуры. Но надзорные органы, утверждают хозяева, неприятного запаха сероводорода возле таунхаусов не почувствовали. Сказали, все нормально, главное, что у нас в Харинку ничего не попадает, а тут вы как бы сами по себе, как хотите. Более 200 семей сейчас здесь живут не как хотят и как планировали, а как могут. Из-за постоянных проблем с водой и канализацией элитная недвижимость оказалась частичными удобствами. За 10 лет многие собственники квадратных метров приспособились. Кто-то обзавелся личной скважиной, кто-то выкопал себе сливной колодец. В квартирах устанавливают бойлеры. Мы же были не один раз в правительстве и не один раз были, ну, как говорится, попытки передачи этой насосной станции. Гарантия хотела ее забрать. И свет отключили от того, что тоже хотела компания гарантии забрать под свое руководство, под свою работу взять эти. Как говорится, КНСКУ. Но что-то пошло не так. 12 лет назад застройщик заявлял, Гренвиль-парк – это первый и единственный поселок такого формата в Иванове. Философия в европейских стандартах, качестве строительства и комфорте проживания. Проблемы с водоотведением в микрорайоне давние. О них мы не раз рассказывали. Мэрия отстранилась. А застройщик, которому до сих пор принадлежат сети, и в спецгарант обанкротился. Дома достраивались благодаря дополнительным вложениям дольщиков. А вот коммуникации здесь до сих пор так никто и не обслуживает. Поданные год назад в областную прокуратуру и госстроенадзор жалобы положительных результатов так и не принесли. Подключился Народный фронт. Мы в последний раз были в правительстве Ивановской области. Нам пояснили, что на восстановление инженерных сетей необходимо 80 миллионов. Поскольку сейчас ведутся переговоры, продолжаются вести переговоры с водоканалом, мы надеемся, что все-таки сети эти передадут, их восстановят, и уже водоканал полноценно может потом выставлять квитанции на обслуживание этих сетей. Но люди не теряют надежды. Жители элитного поселка хотят найти владельца бесхозным канализационным сетям и насосной станции. В конце августа обратились в приемную президента.